Геохимия – это интересно. А вот когда я вырасту... Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Казанский федеральный университет признан самым популярным вузом среди татарстанских абитуриентов и их родителей. Такие данные содержатся в рейтинге вузов республики, обнародованному агентством Промрейтинг. Казанский федеральный университет разместился на первой позиции большинства представленных категорий исследований. Всего их было 21. Отмечается, что ранжирование составлено на основе обобщенных данных опроса, проводившегося отдельно среди абитуриентов и их родителей с 1 июня по 15 июля 2022 года. В Институте геологии и нефтегазовых технологий собрались специалисты в области геохимии. По какому поводу они встретились, узнаете в следующем сюжете. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета стартовала научно-практическая конференция по нефтяной гидрогеологии и геохимии Practice Geochemistry 2022. Мероприятие проводится впервые. Так, 4 и 1 августа пройдут пленарные доклады, где выступающие обменяются со слушателями своим мнением и опытом. Конференция проходит в гибридном формате, с участием приглашенных международных спикеров. Всего участвует больше 90 человек. Это первая конференция. В этом году мы решили запустить на базе Казанского федерального университета. Может, в будущем она будет проводиться и на других площадках участников консорциума научных центров мирового уровня. Она будет, повторюсь, ежегодной. И, я думаю, с каждым годом будет набирать популярность, потому что сейчас это самое такое популярное направление в сегазовой индустрии. Конференция проводится с целью выявления способностей молодых исследователей, студентов и специалистов в научно-исследовательской деятельности, формирования проектных инициатив, предоставления ученым, практикующим специалистам возможности свободного обмена информацией и мнением по теории и практике в области геохимических исследований свойств пластовых флюидов. Мероприятия проводить такие очень важно, потому что идет, понимаете, консолидация и интеграция фундаментальной науки вместе с производственной практикой. И на сегодняшней конференции, рассмотрев списки присутствующих, очень много будет производственников, в том числе те, которые непосредственно занимаются добычей нефти, опоискованием разведки на местах. И для них очень важно прочувствовать и посмотреть, на каком уровне сегодня находится фундаментальная наука, на каком уровне находится сегодня наш федеральный университет, какими знаниями, какими, скажем так, потенциалом обладает на текущий момент, и для того, чтобы потом интегрировать в общую работу для успешности всей нашей компании и республики в том числе. Мероприятие является прекрасной возможностью для молодых исследователей представить свои научные результаты, завести рабочие знакомства и обменяться знаниями в области геохимии. На нем участники представили научные работы, которые находятся на стадии опытной реализации и имеют определенные результаты, либо находятся на стадии теоретических основ, готовых к осуществлению. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Открытый неподалеку от Альметьевской бассейн определил промышленное будущее Татарстана. О каком месторождении идет речь, узнаете далее. Разработка новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти является одной из приоритетных задач научного центра мирового уровня. Подобным объектом является Ромашкинское нефтяное месторождение, одно из крупнейших в Волго-Уральской провинции и одно из крупнейших в мире. Ромашкинское нефтяное месторождение расположено на юго-востоке республики Татарстан, в Лениногорском районе, в 70 километрах от города Альметьевск. Программу по его разработке уже начал создавать научный центр мирового уровня Казанского университета. Вокруг Ромашкинское месторождение есть очень много запасов нефти, там в том же самом Доманике, это вот нефть плотных проводок, где нужно делать разрыв или поджигать надзорные воды. И кроме того, есть нефть или, как говорят, сверхвязкие нефти или природные битумы в пермских отложениях. Месторождение уже несколько десятилетий служит настоящим полигоном для испытания многих новейших технологий и передовой техники в области разведки недр, проходки скважин, нефтедобычи, которые нашли широкое применение не только на промыслах Татнефти, но и масштабах всей страны и за ее пределами. Напомним, что совсем недавно в Альметьевске прошел ежегодный нефтяной саммит Татарстана. Участие в мероприятии приняли глава Татарстана Рустам Мениханов, руководители ряда федеральных ведомств, представители нефтегазовой индустрии, сотрудники научных центров и высших учебных заведений. В ходе работы специализированной выставки специалисты нефтегазовой индустрии представили главе Татарстана перспективы развития и свои передовые технологии. Мы выступали на холдинге у президента, получили поддержку. Мы по ромашкинскому месторождению презентовали проект повышения коэффициента измельчения нефти из ромашкинского месторождения. Этот проект был хорошо поддержан. Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев отметил, что в процессе осмотра экспозиции возник вопрос об эффективности разработки гигантского ромашкинского месторождения и использования для этого технологий, разработанных в научном центре мирового уровня. Сегодня они уже успешно применяются для оптимизации бурения новых скважин и эффективного использования старого фонда скважин. Елизавета Никитина, Фаридзе Хитаглы, Универньюз. Молодые представители вуза во время летних каникул работают в составе педагогических, строительных, сервисных отрядов и отрядов проводников. Участниками третьего трудового семестра стали 270 студентов Казанского федерального университета. Они работают в составе 12 студенческих трудовых отрядов в Татарстане и других регионах России. В сентябре штаб студенческих отрядов КФУ подведет итоги работы. Во время фестиваля закрытия целины будут награждены победители в номинациях лучший командир отряда, лучший комиссар отряда и лучший мастер отряда, лучший студенческий отряд штаба студенческих отрядов КФУ 2022. Научно-клинический центр Казанского университета имеет множество отделений и всегда готов помочь своим пациентам. Об одном из тяжелых случаев рассказала наш корреспондент Алина Красильникова. Знакомьтесь, это Карина. Ей 21 год. Но несмотря на столь молодой возраст, она страдает от ряда заболеваний еще с подросткового периода. Главное беспокойство Карины – это проблемы с сердцем, легкими и изменения уже имеющихся родинок. По словам пациентки, она долгие годы отдала профессиональному занятию спортом, вследствие чего тяжелые нагрузки и постоянное напряжение привели девушку к таким трудностям. Для того, чтобы разобраться со своими проблемами, она решила обратиться в научно-клинический центр Казанского федерального университета. Ведущие специалисты сформировали индивидуальную программу реабилитации, в которую вошли самые современные методики и оборудование. Среди них оказались электрокардиография, определяющая конкретное место патологических процессов, спирометрия, позволяющая оценить функцию внешнего дыхания, и уникальная программа диагностики рака кожи и меланомы на аппарате PhotoFinder. Я побывала в научно-клиническом центре Казанского федерального университета, и мне было представлено, предложено провести ряд диагностик, связанных с моим заболеванием. Первым на очереди, конечно же, это было ЭКГ, это больше всего меня мучило. Я выяснила, что у меня тахикардия, аритмия. Мы, конечно же, вместе с врачом совместно выполнили курс, назначили мне определенное лечение, дальше я буду принимать указанные условия. В общем-то, дальше по плану ФВД мне проверяли легкие. Я, к сожалению, заболела коронавирусом, как и многие жители мира, после чего у меня начались осложнения. Мне проверили, и слава богу, к моему большому счастью, все прекрасно, все отлично, все в норме. И дальше, конечно же, мои родинки, их увеличение и их возникновение в необъятно большом количестве. Такой интересный аппарат мне был предложен, это называется PhotoFinder, насколько я помню. Мне провели полноценную диагностику и выяснили, что это не злокачественные опухоли, и ничего подобного даже не планируется, слава богу. Пожелаем Карине удачи и напомним, что научно-клинический центр Казанского федерального университета имеет множество отделений и всегда готов помочь своим пациентам. Также в центре разработаны специальные программы проведения скрининга для спортсменов до и после спортивных мероприятий. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Работа каждому нужна, работа каждая важна. Центр карьеры Казанского федерального университета дает возможность молодому поколению начать карьеру уже со студенческой скамьи. Студенты Казанского федерального университета имеют возможность трудоустроиться и приобрести необходимые навыки благодаря программе «Организация содействия во временном трудоустройстве и занятости студентов вуза на 2020-2024 годы». Она ориентирована на учащихся всех курсов и профили подготовки. Центр помогает найти оплачиваемые занятия по душе как в стенах Казанского федерального, так и за его пределами. Всего в структурных и управленческих подразделениях университета за предыдущий учебный год были трудоустроены и продолжают работать более 440 обучающихся. Так что же нужно сделать для того, чтобы успешно пройти отбор и обзавестись работой мечты? Сам отбор кандидатов производится на условиях по тем ТЗ, которые институты сами и структурные подразделения пишут. В основном все эти ТЗ пишут под какое-то направление деятельности, под какие-либо задачи и, соответственно, стараются уже находить ребят, находить студентов, которые к ним обращаются, которые обращаются к нам для трудоустройства. Студенты активно работают в органах управления образовательной организации, оказывают услуги по СММ-сопровождению, дизайну, организации мероприятий, а также по работе со статистическими данными. На сегодняшний день в Центре занятости Казанского федерального университета планируется введение новых вакансий, которых до недавнего времени еще не было. Таким образом, список заинтересованных в трудоустройстве студентов значительно возрастет. Ну а главной особенностью 2022 года является переход на новую цифровую карьерную среду, с помощью которой можно будет оперативно отсмотреть и выделить для себя интересующие вакансии. Эта платформа – незаменимый помощник на пути к работе мечты. Мы переходим на сайт факультетус, где работодатели регистрируются, где регистрируются наши студенты, и уже без нашего участия работодатели будут публиковать там свои вакансии. Это такого рода агрегаторы вакансий, которые всем известны нам. И, соответственно, эта система уже будет работать между всеми вузами, не только Татарстана, но и всей России. И, соответственно, у нас будут общие работодатели, где мы будем аккумулировать вакансии для наших студентов не только из Татарстана, но и из всех регионов. Для получения дополнительной информации по вопросам временной занятости, студенты могут обращаться в Центр по организации временной занятости обучающихся Казанского федерального университета. КСК КФУ «Уникс», 6-й этаж, офис 602 и по телефону 206-52-91. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!